Привет, дорогие друзья! Ну что, вот и пришло время нам рассказать о месье Регоре. Месье Регор, или вы лучше знаете по песне «Мама, вызывай ментов», это тот самый националист, национал-социалист, который любит зиговать, который причисляет себя к высшей расе, но был обмочен мочой, неизвестными, которых мы осуждаем, и при этом кричал «Мама, вызывай ментов!». Состоялся суд по мере пресечения этого гражданина, потому что он замешан еще в нескольких преступлениях, и я полагаю, что через две недели его ждет большой сюрприз, к слову. Да, но это я не хочу забегать вперед, мы умеем ждать. Итак, избрание меры пресечения. Пришли, как всегда, группа поддержки. Пришел ментовской стукач Евгений Стракань, он там что-то рассказывает, он обязательно любит подойти, сунуть свое лицо, что-то рассказывает, рассказывает, немножко на Ван Гога смахивать, знаете? Вот согласитесь, что-то такое есть. У него раньше такая косичка была симпатичная, такая была специфическая красивая прическа. В общем, что он рассказывает, нам все равно. Ну, откровенно, до лампочки. А вот его супруга, супруга, она называется Вита Завирюха. Сидит вместе со Страканем. Стракань одет как воин настоящий, потому что его на улицах поджидают, опять-таки, наверное, с бутылочками мочи. Ну, иначе, я просто, мне трудно понять, почему люди ходят в этой форме по мирному городу, который находится в достаточном удалении от... Ну, то такое, знаете. И мне этого, видно, не понять. В общем, суд. И на суде адвокат Регора, он решил тактику такую избрать, он начал подавать клопотания. Мне просто нравится, когда судья говорят, учитывая общественный интерес к делу. А если не учитывая общественный интерес к делу, то как-то по-другому тогда судится. Мне просто интересно. Такое впечатление, что судья изначально, когда он увидел количество людей, которые пришло, а я должен заметить, что 85% там было наших людей, просто судья об этом не знал. Он как-то начал вот так вот, что там, общественный резонанс учитывая, там, все. Ну, большой человек Регор. Большой человек. В общем, прокурор сказал, что ему достаточно для ознакомления с ходатайством адвоката 10 минут. Не надо перенос делать. 10 минут. Спасибо, Ваше. Тому нам нужно принять решение, чтобы оно было правильно. Ну, пожалуйста, по-другому, Вашу думку. Маете право на запоречивание? Маю право на запоречивание, но мы не будем достать до сих пор, чтобы познакомиться и подать. Хорошо. Адвокат, ну, я так понимаю, что он сам не вполне понимает иногда причинно-следственные связи своих действий, да, но тут какой есть, какой есть, как говорится, дареному коню, да, он сказал, что, ну, если 10 минут, то типа и мне 10 минут. В общем, можно было еще решить неделю назад это дело, как мне кажется. Не заперечиваю то, что вам необходимо, все это даем. Так, 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 так. Запись, пожалуйста. Ну, раз 10 минут доставим, но сам прокурор это подтвердит. Второй судья, потому что там коллеги из трех судей, второй судья задал вопрос прокурору, проходит ли Регор еще по каким-то делам. И прокурор отвечает, что да, проходит. А он порезал человека еще 4 года назад. Суды все еще идут. А, раз, записание прокурора будет. А, подозву вам есть? Він подозвуется еще в чинении и интуи користь криминального провознения, правопорушен, кроме всего, что и для этого провознения. Шановный суд, одно, подозвуяно, когда разъядаются в СССР, два уливальные акта. Так, один обвинуваченный, имеет статус обвинуваченный. Мы просто выясняем, чьи форма не бедставок загали для задовольнения поляцины. Тем не менее, несмотря на то, что все готовы были к слушанию, судья решил перенести дело, правда перенес, перенести слушание, вернее, на неделю. Я могу понять судью, судья не знает, что это за люди. Судьи в Украине не защищены. Можно не доверять судью, можно их ненавидеть, они не защищены. И когда приходит толпа орангутангов, то кто его знает, нападет на судью кто-то. Вот зачем ему это надо? Зачем ему выносить какое-то правомерное решение, если власть не защищает судей так, как это происходит в Европе, потому что в Европе нападение на судью срок. Все, без вариантов, без всяких. Неуважение к суду, может быть даже арест. Здесь же нападают и все нормально, короче, переносят на неделю. И вот проходит неделя, не хочу вас долго ангажировать, собирается опять команда достойных, опять же тут Стракань. Вся-вся ГОП-компания. И он такой у них предводитель, такой король петухов, знаете, такой там, что там порешать. Я вам напомню, кто это, это осведомитель службы безопасности Украины, он этого даже не скрывает. А мне интересно другое, кто в службе безопасности Украины покрывает вот этого вот. Я тебе передаю привет, друг, если ты меня смотришь, мы до тебя в любом случае докопаемся, до службы безопасности Украины. Мы найдем, кто ты такой, ну и тогда будем действовать уже, служивый. Господин Регор показывает пальцем на тех, кто, по всей видимости, он говорит, смотрите, это они меня мочой облили. Но это ложь, потому что мы не знаем, кто тебя облил мочой. Регор пальцем показывает, мать не видит, как он показывает? Вот такой. Здесь такой бить по рукам надо. Боги, боги, ой-вэй. Здесь подходит еще один нацист, такой манкин нацист, кое-что показывает. Даже попозировать не успела. Привет. Если вы не рассмотрели, то нацист зиганул в здании суда, в помещении натурального суда, он зиганул. Хорошо, что это Украина, а-ля Сомали. А то где-нибудь в другом месте, конечно, он бы оттуда и не вышел. Регор, ему бы сидеть тихонько-тихонько и не отсвечивать, тем не менее он тычет свои пальцы и ведет себя вызывающе. Эта женщина нам слюханула в трудах. Дима, мы шутим. Что ты делаешь? Он хочет славы. Бригада. Появляется еще один блатной решающий. Это некто Горан. Из белого молота, который лишил жизни, по нашим сведениям, правоохранителей. На посту Быковня, который также был отмазан избу, у которого тоже есть куратор. Я так понимаю, этот куратор объединил и того, и второго. Еще раз повторяю тебе. Куратор, мы до тебя обязательно докопаемся. Красавчик. Ну, 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 уже типа как-то поможешь. Ну, да. Я не с ними. Реально. Вообще, стоит молиться, над которым прикалываются наши девочки. Это брат страканя. Везде его сопровождают. Без мамы пришли. Думаешь, выражения лица, когда все твои друзья набухались и делают какую-то херню от этих треслых. У меня такое ощущение, что он реально слушает радио херню сейчас. Крип. Крип. Крип или параноид, Андрю. Крип или параноид, Андрю. В чем дело? Да, сейчас включи. Проходи. Да, дядь. А заходь-то уже швидше. В город. Что? Ну, блин. Что ты толкаешься? Так ты стал у прохода, чему? И вот здесь вот они пытаются шутить. Они рассказывают, кто из нормальных людей может опознать мочу. Ну, юмор, то есть он прокатил бы, может, где-нибудь там. Да я не думаю, в первом классе прокатил. А вы мочу не знаете, как распознать? Кто из нормальных людей, взагалі, не признает людину, як сечу. Потому что людина не звыкла її пити та смакувати. Дружи, скажіть у вас, як ви означаєте сечу? Ще тут повід, якщо я не маю лично скажу, що проводиться? Действительно, как же распознать мочу? Это несложно. Пропагандист старий, а точніше, можливо, заходить. Я часто подавлю, що на няне наповися, по-далі, а не напишу. Я думаю, що пропагандисти частенько, як злобови, учат, обливаються сечу. Пропагандисты, говорит, частенько обливаются мочой. Мне кажется, Стракань так часто говорит про мочу, що це не накликало. Я просто, ну, как бы, знаете, не говори о таких вещах, которых не хочеш, как говориться. Ну, правда, що рече, що це не злобови про судьи, тому воно на шляху, якщо не злобовися. Відключити, да. Должен ты теперь сидеть в будке? Должен ты теперь сдать паспорта. Здати на зберігання до неповідних порівня державної влади свій паспорт, паспорти для поїждження за кордоном, інші документи, що гриві право на доїзд там із України, носити електронний засіб контролю. Че то это, не смеєтесь там. Ну, правда, кто-то там крикнул там, слава Україні, они, по всей видимости, ожидали чого-то другого, потому что какая-то растерянность у людей. А знаете, почему растерянность? Потому что на один шажок ближе к тюремной параші. Слава Україні! Героям! Мы беремо! Доброго дня! Героям слава, пацаны! Героям слава! Ближе к тюремной параші. Очень скоро ты будеш, ну, умолять, чтобы тебе дали 5, а не 7. Мы всегда держим своё слово. Мы стараемся изо всех сил держать своё слово. Даже если все обстоятельства против нас, даже если там прокуратура, потому что, по моим сведениям, вот сейчас происходят тоже там непонятки в этой прокуратуре. Нам плевать, мы через тернии к звёздам прорываемся, через бурелом идём к свету, так сказать. А ты, Ревер, пойдёшь нюхать тюремную парашу. Ты никуда не денешься. Если ты убежишь из страны, мы тебя всё равно найдём. У меня пока что всё, друзья мои. Пока. Не-не, не пока. Я хотел ещё раз сказать. Мне как раз снимал ролик, аноним какой-то написал в Телеграм. Она говорит, я сейчас сброшу, вообще первый раз вижу этот номер. Блин, откуда у них у всех мой номер? Пишет, я вам кое-что сброшу по этому самому, по строканю. Не знаю ещё, пока что имеется в виду. Посмотрим. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова